Итак, добрый день, Image Nace! Добро пожаловать в очередной вебинар, который мы проводим. Это вот целая серия. Каждый вебинар посвящен отдельной коллекции. И сегодняшний вебинар будет посвящен коллекции Ageless. Но вначале разрешите представиться. Меня зовут Мария Помоталкина. Я ведущий бренд-косметолог. Это прекрасная косметическая компания Image Skin Care. Пожалуйста, если у вас в дальнейшем будут какие-либо вопросы по поводу применения назначения, вы всегда можете обратиться непосредственно, связаться со мной через менеджеров, либо через социальные сети. Всегда помогу, подскажу, сориентирую. Вначале любых вебинаров, конечно же, разрешите представить основателей. Это фармаколог Жанна Ронард и пластический хирург доктор Марк Ронард, которые и стоят за созданием всех абсолютно формул. Формулы полностью соответствуют всем трендам сегодняшнего дня в мире космецевтики. Все самое новое, интересное, все самое передовое, инновационное – это вот коллекция Image. Значит, философия нашего бренда H-Layer, как вы можете видеть у меня на футболке, это значит, что любой препарат, даже гель для губ, будет работать на то, чтобы помогать нам дольше оставаться молодыми, красивыми. Но что еще скрывает этот хэштег? Это то, что каждый препарат абсолютно полифункционален, он работает сразу на решение ряда проблем, с которыми сталкиваются наши пациенты. У каждого препарата есть несколько функций, у одного. У нас нет ни одного лишнего препарата, каждый абсолютно на своем месте. Но и с каждым годом Image становится все более обширной, более многочисленной. На сегодняшний день это уже 65 стран мира, которые в себя включают Image. И эта цифра не может не радовать. У нас есть такое определение, такое выражение, которое создал Image. Это умные составы. В обзорном семинаре, на знакомстве с брендом я уделяла больше внимания этому слайду, но повторюсь, умные составы подразумевают под собой, что не может быть в препарате, где, неважно, 20, 30, 50 ингредиентов, какие-то два главных. Нет. Работает вся формула и от того, какая концентрация, от того, какой pH препарата, от того, какие там сопутствующие есть компоненты, а главное и системы доставки, от этого и зависит вся формула. То есть мы смотрим на полностью все инки, которые содержат данный препарат. В коллекции Ageless что мы видим, что нового, что интересного? Во-первых, сразу скажу, очень ряд есть целой инновационной системы доставки. Некоторые, которые разработаны исключительно Image Skin Care, используются только у нашего бренда. Есть очень правильный, продуманный коктейль из этих ингредиентов. Ну и, конечно же, непосредственно результативность, да, то, какие мы результаты видим от их применения. Еще один слайд, который говорит о том, почему нужно смотреть на всю формулу непосредственно целиком, да, то есть характеристика ингредиента самого водорастворимого и жирорастворимого, он инкапсулированный либо в чистом виде. Концентрация, безусловно, важна, системы доставки важны, но так как сегодня коллекция Ageless, где мы говорим о кислотах и о ротиноле, очень важно, а что там будет работать на компенсацию, да, вот всех перекрыть, так скажем, все те недостатки негативные, которые мы знаем, ротинол оказывает. Но, безусловно, мы сегодня уделим внимание этому потрясающему ингредиенту, хотя об ротиноле я могу говорить бесконечно. Я также призываю вас, если вы еще не обновили и не подписались на наши социальные сети, в Инстаграм, ВКонтакте, самая полная, самая последняя информация, как о семинарах, вебинарах, приглашенных спикерах, о каких-то мероприятиях, которые будут в ближайшее время в компании Мегаспа, вся информация там, там же мы принимаем обратную связь. Просто некоторые не знают, что мы еще очень активная группа в Телеграм-канале, подписчиков с каждым днем становится все больше и больше, и если вы еще не среди них, пожалуйста, возьмите прямо сейчас свои смартфоны, зайдите и подпишитесь на нас. Напомню, что мы с вами работаем по рецептам, и что диета Image Skincare подразумевает 4 базовых обязательных препарата, которые нужно иметь дома. Это все очень простая система, как раз два-три, то есть утром это очищение, нанесение сыворотки и дневной крем, вечером это очищение, нанесение сыворотки и ночной крем. В зависимости от этой системы, как раз мы и подбираем индивидуальный домашний уход. Более подробно это посвящен нашу первую вебинару, если вы его пропустили, пожалуйста, можете запросить его у менеджеров. Все дополнительные препараты, маски, кремы для век, гели для губ, они могут и имеют место быть, безусловно, но они уже идут как дополнение. База все-таки это 4 основных препарата, и вот на основе этого как раз мы сегодня будем с вами разбирать коллекцию Ageless в том числе. Что это за коллекция? Это коллекция, ну название говорит само за себя, это age-возраст, less-меньше, да, то есть это омоложение. Омоложение достаточно активное, я бы даже сказала, в какой-то степени может быть агрессивное, если как раз использовать препараты не по назначению, а потому что, ну мне так захотелось. Нет, вот мне так захотелось, с эмирским кия не работает, потому что, опять же, это высочайшая концентрация очень активных ингредиентов, особенно вот в этой целевой такой коллекции. Препараты направлены для омоложения, несмотря на то, что мы не делаем разбивку по возрасту, то есть ни одна коллекция к возрасту какой-то привязки не имеет. Но вот Ageless небольшое такое все-таки исключение, и большинство препаратов в более молодом возрасте мы просто не назначим. Это все препараты, которые будут предназначены для кожи уже с возрастными изменениями, это и пигментация в том числе. Но если пол, то более конкретно, кто клиенты, да, кто наши пациенты, кому мы предложим препараты. Это те, кто стремятся к быстрому, активному воздействию на какие-либо признаки возрастных изменений, кстати, в том числе и возрастная пигментация сюда будет относиться, то, у кого тусклая кожа, допустим, первичные, вторичные, либо уже статические морщинки. Препараты, большинство препаратов этой коллекции очень популярны, в том числе и в работе в кабинете у косметологов, у врачей-косметологов. Я бы сказала, где-то 90% из этой коллекции мы используем в работе. В том числе. Но общее, что нужно сказать, что это препараты, которые нужно вводить постепенно в домашний уход. Если мы говорим искусственно за базовые препараты, будет этот слайд с ними, то есть с очищением сывороткой и ночным кремом, это больше домашнее закисление для подготовки кожи, тренировки такой к кислотным пилингам, к инъекциям, к пластической хирургии, к мезобиореволитализации и так далее. Вот три основных препарата, конечно, это коллекции вместе в сочетании, это вот именно домашнее закисление. Назначать их на постоянную основу не следует. Эти препараты, с которыми нужно делать либо перерыв, то есть, как обычно, три месяца используем, три месяца перерыв, либо использовать большинство из них, да, а два-три раза в неделю. За счет чего? За счет чего такая осторожность должна быть с нашей стороны, когда мы их назначаем, но и со стороны пациентов, когда эти волшебные баночки попадают к ним в руку. Но прежде всего это кислоты. И кислоты не всегда есть хорошо для нашей кожи, вот в такой концентрации, именно я говорю сейчас, на постоянной основе. Нужны ли они два-три раза в неделю? Безусловно, как раз начиная с того возраста, когда мы в зеркало начинаем наблюдать какие-либо изменения. Это та коллекция, в которой у нас присутствует ретинол. Причем у нас есть две коллекции, где он есть. Этот потрясающий абсолютный ингредиент – это Ageless и MD. Но если в MD у нас где-то есть чистый, где-то инкапсулированный, в препаратах Ageless он исключительно в инкапсулированной форме. Что это значит, безусловно, тоже чуть попозже вам расскажу. Но и, конечно же, наши пептиды. Имидж очень любит пептиды, имидж очень любит антиоксиданты. И здесь, во всех препаратах, они тоже будут преварировать, то есть давать как раз ту компенсацию, покрывать весь тот негатив, который ретинол непосредственно оказывает на нашу кожу. Ну, а теперь непосредственно о самом ингредиенте. Золотой стандарт омоложения. Этот компонент более 50 лет уже стоит на страже нашей красоты и молодости. Открыт потрясающим ученым Альбертом Клигманом в конце 60-х годов. С течением времени он претерпел изменения. То есть сам по себе, да, это жирорастворимые ингредиенты. По идее, ему ничего дополнительного так и не надо для того, чтобы он смог воздействовать, добраться до рецепторов наших клеточек. Но это ингредиент, который очень нестабилен. Он очень популярен тем, что он вызывает покраснение, гиперемию, раздражение. Приводит к шелушению нежелательному. Никто же не хочет шелушиться или выпадать, так скажем, из социума даже на короткий период времени. То есть, с одной стороны, он работает на более чем 125 разных патологий кожи. Без него мы не сможем проработать с такими проблемами, как мелазма, хлазма, рубцы, постакне. Но, с другой стороны, у него, как у любого, я бы сказала, компонента активного, есть и недостатки. Прежде всего, то, что это выражается в кожной дерматите, то, что пациент получает раздражение. Сразу скажу, это тот ингредиент, который обязательно вводить в домашний уход постепенно, приучаясь, знакомя свою кожу с ним. Это тот ингредиент, которым нужно делать перерыв. То есть, вы назначаете его либо курсами 3 месяца, используя 3 месяца перерыв, либо курсом раз в неделю, когда уже, пожалуйста, можно на постоянной основе. Препараты с этим ингредиентом ни в коем случае нельзя назначать без дневного крема из коллекции Prevention. То есть, если вы понимаете, что пациенту нужен крем с ротинолом, вместе давайте обязательно препарат Prevention. Опять же, показания любые, абсолютно. Ротинол прекрасно поможет работать с сосудистой проблемой, то есть, при куперозе его можно назначать, особенно, если в составе нет кислот, когда он более мягкий, постакне, жирной кожи, пигментация, причем любая теология. Но нужно помнить о следующем. Значит, первое, я сказала, обязательно вместе днем, дневное использование крема с SPF-защитой. Второе, наносить препараты с ротинолом обязательно за 10-15 минут до сна, то есть, до того, как будут отключены все электроприборы. Уверена, что вы все знаете о негативном воздействии видимого света. А также ротинол обязательно, то есть, нельзя наносить сразу после ванны. Желательно его наносить на немножечко остывшую кожу, то есть, если вы приняли душ, помыли голову, дайте своей коже остыть хотя бы 10-15 минут, потом уже наносим этот крем. Это не тот препарат, который можно и нужно даже брать с собой в отпуск. И препараты с ротинолом мы пытаемся все-таки использовать в более прохладный период времени. Если вы планируете отпуск в ближайшие 2 недели, да, то за 2 недели мы его отменяем. Но повторюсь, что этот ингредиент, который очень-очень хорошо нам помогает с разными проблемами кожи, опять же, да, акне, постакне, он прекрасно работает как противовоспалительный ингредиент. Не забывайте, не антибактериальный, а именно противовоспалительный. Что про него еще сказать? Опять же, с определенного возраста всем нам нужно, к сожалению, уже к нему прибегать и воспитывать свою кожу, даже если она гиперчувствительная. И есть такой препарат, о котором, безусловно, сегодня скажу, это маска с ротинолом, которая вот за все ее создание, за все время ее создания ни разу, ни разу абсолютно не было каких-либо нареканий в плане вот дерматита на нее. Но что же имидж сделал для того, что ротинол получился таким мягким, таким подходящим для абсолютно любого типа кожи, то есть даже чувствительной. На самом деле, эта инновация вошла в мир косметологии не так давно, хотя, с другой стороны, наверное, давно, около шести лет назад, была разработана система его инкапсуляции, что позволило решить сразу ряд проблем. Ну, во-первых, это то, что сам жирорастворимый ингредиент никакого соприкосновения с кожным покровом не имеет. Эти липидные сферы вокруг него как раз, во-вторых, выполняют потрясающую систему доставки ингредиента, то есть в препарате больше не нужно использовать какие-либо кислоты либо занижать pH самого препарата. То есть это система доставки. Затем, то есть жирорастворимый ингредиент, вот как сейчас на слайде представлено, вокруг него были созданы сферы липидные, которые как раз не просто защищают его, но и плюс, что очень-очень важно, и этот момент как раз отличает инкапсулированный ротинол, повышает в 5-6 раз его стабильность. То есть 1% инкапсулированного ротинола это примерно как 5-6% чистого. Это очень важно помнить. То есть здесь как раз за процентом в нации совершенно не нужно. И по мере того, как эта капсула проникает через мой эпидермис, разрушаются как раз липидные эти слои, и как ингредиент он уже максимально раскрывается перед живыми клетками, где подключается к рецепторам ядра клеточки, и уже начинает свои процессы по ее восстановлению, по ее ремонту. Ну, можно и так сказать, да. То есть инкапсулированный ротинол более стабилен, более эффективен, он не дает никакого раздражения сам по себе. Нет, если будут в составе еще кислоты, конечно же, нужно учитывать и их действия, безусловно. Вот. Но и то, что он эффективнее, намного-намного эффективнее. Мой, чтобы помочь вам ориентироваться в этих препаратах, ночных кремах, а их 7 у Image Skin Care, сделали, создали такую программу Image Skin Care Retinol плюс пошаговое усиление. Что это значит? Вот сейчас я вас попрошу действительно сделать скрины этого слайда, выучить это и запомнить. То есть пациентам, которые никогда не пользовались профессиональным ротинолом, в самом начале мы назначаем один из препаратов из первой ступени. Когда заканчивается его использование, либо сам препарат, либо курс, мы делаем небольшой перерыв, в зависимости от того, с какой частотой мы его использовали. Только после этого мы можем подключать уже препараты из второй ступени ротинола на выбор косметолога. Они все абсолютно разные, по-разному действуют. Но только после того, как мы закончили препараты использования из второй ступени, мы можем подключать уже препараты из третьей ступени. Надеюсь, это всем понятно, более наглядно объясняет, с каких препаратов нужно начинать. Касаемого, опять же, возвращаясь к вопросу процента, на этом слайде это более наглядно. Процент ротинола, допустим, в маске, которая стоит первой, намного больше, чем даже в умолаживающем ночном креме. Но почему маска стоит на первом месте? Потому что в маске с ротинолом Ageless нет кислот, соответственно, она мягче воспринимается нашей кожей, и она более комфортна. Мы, безусловно, разберем все препараты коллекции Ageless сегодня, и вам станет намного-намного понятнее, когда, что, при каких состояниях кожи лучше назначать. Но сегодня как раз мы концентрируемся только на первой ступени. Итак, базовые препараты, вот три основных. То есть мы говорим, что диета должна состоять ежедневно из четырех, но из четырех препаратов, четыре препарата из одной коллекции быть не могут, потому что четвертый как раз дневной крем, он в коллекции Prevention. Но если мы разбираем вот эту вот основу очищения сывороток ночной крем, то вот в таком виде только три препарата из коллекции Ageless, повторю, это исключительно домашнее закисление. Не вся, далеко не вся кожа сможет выдержать вот этот домашний уход на постоянной основе. Скорее всего, здесь может быть какое-то более мягкое очищение, либо же, если очищение Ageless по утрам и вечерам, то, безусловно, более мягкий ночной крем должен быть присутствовать. Но мы с вами разбираем по базе и давайте знакомиться с очищающим гелем Ageless. Этот гель, сразу скажу, один из самых популярных в работе. То есть он стоит практически в 99% клиниках, которые сотрудничают с Emish Skin Care. Этот препарат участвует практически во всех пилингах. Почему практически мы его не используем только на коже с акне. Домой мы назначаем этот препарат для кожи, уже более возрастной кожи, кожи, которой нужна гликолевая кислота, то есть нужна эксфуляция, осветление, антиэйдж. Теоретически, в зависимости от плотности кожи пациента, можно его дать и утром, и вечером. Важно помнить, что им ни в коем случае нельзя делать до макияжа вверх. И если мы берем пациента на курс пилингов, то первые 7 дней после пилинга его использовать нельзя. То есть первые 7 дней у нас идет как раз реабилитация. Поэтому очень-очень аккуратно, в зависимости от того, какие вы планируете делать процедуры, если это уходовая процедура, да, вы можете его назначить, но если это серия пилингов, я вам советую лучше подобрать какое-либо, в зависимости от той проблемы, которую вы решаете, более мягкое, более нежное. Если есть вопросы по очищению эйджлесс, пожалуйста, пишите. Также хочется добавить, что в его составе присутствует ментол, и ментол дает такой небольшой, приятный довольно-таки холодок. Те кислоты, гликолевая кислота, которая там в нем присутствует, конечно, будет смягчаться, в том числе и экстрактом, если в чайного дерево, зеленого чая. Осветление будет, помимо гликолевой кислоты, еще за счет присутствия у него, лимона. То есть эффективное антиэйдж, такое умывание. Достаточно буквально одной горошинки на влажные руки, взбиваем в пеночку, он очень хорошо пенится, переносим на лицо, и любое очищение должно быть на коже 2-3 минуты. Либо прорабатываем им, либо оставляем на лице, и переходим к чистке зубов. Тогда все это очищение, вроде как маска такая, будет у вас на лице в течение вот 2-3 минут. Так, вопросов нет. Хорошо, переходим к следующему препарату. Недавно был, по нему снимали прямой эфир, это омолаживающая сыворотка со стволовыми клетками, и для тех, кто его пропустил, этот прямой эфир, я не смогла удержаться, хочется зачитать несколько отзывов на этот препарат, и они следующие. Светлана пишет. Впервые за 34 года я влюбилась в свою кожу. Она сияет, можно выйти из дома без тональника. Цвет кожи ровный, без пятен, запах великолепнейший. Как же я раньше не пользовалась этой сывороткой? Сразу второй отзыв. Что тут еще добавить? Я в восторге от этой сыворотки, да и как в принципе вообще от продукции Image Skin Care в целом. Есть одна проблема. Как потом пользоваться чем-то другим? Не надо пользоваться чем-то другим, надо оставаться с Image. Сыворотка классная, легкая, приятный аромат, слегка пощипывает после нанесения, но эффект классный. Да, сыворотка может вызывать такое ощущение легкого пощипывания, потому что название, вот в данном случае со стволовыми клетками, конечно, да, они здесь присутствуют, но в сыворотке также у нас есть богатейший коктейль из кислоты. Это гликолевые, молочные, яблочные кислоты. Но тоже их не нужно пугаться, они у нас в инкапсулированном форме, виде. Здесь присутствует технология, система доставки, векторная технология, о которой я расскажу вам на следующем слайде уже. Но эта сыворотка многофункциональна чем? Что она идеальна не только для кожи с первыми и вторичными признаками возрастных изменений, также с пигментацией рубцы постакне. Она оказывает хорошее противовоспалительное действие. И показано, ее можно использовать абсолютно круглый год, утром, вечером, не забывая использовать дневной крем. И сейчас, опять же, мы идем, если в лето, то в летний период времени рекомендую настоятельно оставить ее исключительно для вечернего использования. Но она всесезонная, никаких противопоказаний нет, кроме вот сильного солнца, то есть плюс 30, да, давайте оставим ее в вечернее использование. Но текстура очень легкая. Вот давайте я вам покажу. Одно нажатие на помпу, сыворотка легко распределяется, ну, и затем в вечернее время закрывается, можно сказать, как раз омолаживающим ночным кремом, но днем, как я сказала, обязательно, обязательно превеншн. В сыворотке есть такие смягчающие экстракты, как ромашки, арники, горные, алоэ, но пептиды, которые здесь присутствуют, такие как матриксил, допустим, да, они как раз и в том числе мягким образом работают на стимуляцию наших фибробластов, нашего коллагена и эластина. К сыворотке, к технологии я вернусь на следующем слайде, но сейчас разрешите вас тогда уже познакомить с омолаживающим ночным кремом. Напомню, он из первой ступени препаратов с ретинолом, и у него, помимо инкапсулированного ретинола, плюс еще есть и глюколевая кислота. Масло ШИ, безусловно, будет, и гиалуроновая кислота будут смягчать действия инкапсулированного ретинола, то есть работать на опережение и помогать справиться вот как раз с той сухостью и с тем дискомфортом, который будет ретинол вызывать. Омолаживающий ночной крем, как и все другие препараты с ретинолом, обязательно первые две недели использовать 2-3 раза в неделю, а затем исключительно прислушиваться к себе, что скажет вам ваша кожа. Комфортно ей будет спать с ним 5 ночей подряд, ради бога. Я знаю очень много пациентов, которые себя привели к тому, что они его используют каждый вечер. Опять же, все зависит, все исключительно индивидуально, и вам нужно будет прорабатывать эти моменты с каждым пациентом индивидуально. Но если они себя ставят на такой режим, что ежедневное использование крема омолаживающего с ретинолом, то важно 3 месяца используем, 3 месяца перерыв. Если мы будем его использовать 1-2 раза в неделю, пожалуйста, это может быть уже круглый год, но помним, что только на ночь и дневной крем-преевеншн. Еще важный момент я не сказала про противопоказания к ретинолу и к кислотам. Это важно, очень часто этот вопрос задают, и самое главное, что это беременность, это лактация, это активная инсуляция, то есть эти все правила у нас остаются в силе. Если какие-то вопросы по этим трем препаратам пишите, а я пока вам расскажу как раз про эту уникальнейшую абсолютно технологию, которая называется векторная технология, она была создана по проекту доктора Марка, но не только им, в создании этой технологии принимали ряд ученых из швейцарской лаборатории, когда встал вопрос о том, что препараты очень насыщены, насыщены растительными столовыми клетками, здесь, кстати, в сыворотке присутствуют швейцарского яблока, насыщены пептидами, некоторые, вот в данном случае в сыворотке присутствуют кислоты, которые бы хотелось смягчить их действие непосредственно, и была разработана, придумана такая сфера, где уже эта сфера состоит из 100 биослоев, какие-то водорастворимые, какие-то жирорастворимые, вот как сейчас вы схематически видите это на слайде, между ними небольшая как раз группа ингредиентов, буквально 4-5 компонентов, которые используют верхние липидные слои как систему доставки, затем верхний слой распадается, эта группа ингредиентов высвобождается для выполнения своей определенной функции, к тому времени, когда они заканчивают работать, уже распадается следующая сфера, и готова выйти, работать наша красота и молодость, следующая группа компонентов, полностью сфера распадается в течение 48 часов, это помогает со временем создать такой барьер в серединных слоях эпидермиса, который постоянно 24 на 7 работает на стимуляцию как раз наших фибробластов, на выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, на осветление всей этой пигментации, которая находится именно базальная мембрань, которую мы еще пока не видим визуально, в отражении зеркала, но которая безусловно есть, пигментация есть абсолютно у всех, то есть это пролонгированного такого действия препараты, и данная система абсолютно уникальная, грузопатентованная и созданная Image Skin Care есть только у нас и ни у кого больше, и вы ее можете встретить вот в сыворотке, моложевую сыворотку с половыми клетками Ageless, но больше всего она присутствует, конечно же, в коллекции The Max, которую мы с вами будем разбирать на семинаре уже в четверг, через несколько дней, если вы еще не зарегистрировались, зарегистрируйтесь. Это позволяет максимально, мало того, что смягчить действие, если там, в данном примере в сыворотке есть агрессивные компоненты, то есть три кислоты, довольно-таки высокий их процент, но и позволяет максимально увеличить формулу по ингредиентному составу. Повторю, потому что имидж старается максимально дать нашей коже все, что можно в рамках одного препарата. Все препараты полифункциональные как раз для экономии как и денежных средств, так и пространства в ванной, но и также для экономии времени. То же самое, как все очищения у нас, это препараты либо три, либо пять в одном, то же самое можно сказать и про сыворотки, тем более то, где есть, присутствует вот эта векторная технология. Если вопросов нет, то, с вашего позволения, я тогда продолжу. И следующие препараты, следующая группа препаратов, это уже дополнительные препараты, которые могут быть в домашнем уходе, могут не быть, могут быть как сопровождающие, даже если у вас на постоянной основе препараты из других коллекций, но мы очень любим маски, и маска номер один, среди косметологов, среди любителей имидж скинкер, это обновляющая маска тройного действия. Очень популярный препарат, и если у вас кожа непосредственно как раз, которая требует сияния, у которой наблюдается пигментация, любая циология, я сейчас говорю, поствоспалительная, гормональная, опять же, те же самые веснушки, фотостарение, постакне, это маска для вас. Это маска, почему тройного действия, откуда вот название? Эта маска работает сразу тремя способами, она собрала себе, так скажем, комбинированный пилинг, который работает кислотами, который работает энзимами, и работает механическим способом, то есть в ней в составе сами гранулы, это гранулы алюминия, которые причем созданы, это важно, искусственным образом, то есть это абсолютно круглые шарики, которые катаются по поверхности кожи, никоим образом не нарушая наш эпидермис, то есть наш роговой слой, не вызывая микроцарапинки, потому что вот все скрабы, где присутствуют какие-либо натуральные абразивы, конечно же, если где-то что-то не защитить кожу, это может привести как раз к такой хорошей пигментации, в том числе в дальнейшем, но данная маска, она всадишься к гликолевую, молочную, салициловую кислоту, идеально для комбинированной кожи, жирной, склонной к акне, эту маску можно наносить как на все лицо, если у вас только не гиперчувствительная кожа, но если она гиперчувствительная, то можно наносить ее на Т-зону массажными движениями, втирающими, оставлять на 5, 10, 15 минут, эту маску можно наносить на застойные пигментные пятна, то же самое 5, 10, 15 минут, ее можно наносить под паром, если у вас он есть в кабинете, ее можно наносить в ванной, либо пока вы принимаете душ, обычно ее используют 2-3 раза в неделю, и именно она помогает решить проблему черных точек, если у вас жирная кожа, если вы постоянно стремитесь к тому, что вам нужна очистка, нет, вам не нужна очистка, вам нужно просто правильно найти очищение, да, плюс вот ввести такие, я бы сказала, активные маски в домашний уход, но здесь каждая кожа вам будет регламентироваться по-своему, повторю, кому-то раз в неделю будет ее достаточно, кому-то 2-3 раза в неделю, если есть вопросы по маске, пожалуйста, задавайте, она очень популярна у косметологов, мы ее используем очень часто в кабинете, во многих процедурах, но в том числе в нашем главном, в нашем фирменном процедуре, да, это лифтинговый пилинг, самая популярная процедура в мире, она там задействована, и выполняет довольно-таки ключевую роль. Касаемо крема для век, крем для век с ретинолом, вы тоже обратите внимание на название, это единственный крем для век, который нужно использовать только в ночной период времени, я бы сказала, что он такой самый активный именно из-за своего состава, то есть здесь сочетание гликолевой кислоты и ретинола, и обратите внимание на помпу, разработанная упаковка таким образом, что половинку нажатия дозатора это тот объем, который нужен нашим глазкам, одно нажатие, но это вот на семью из трех человек, то есть половинку нажатия распределяем на оба пальчика, с внешних уголков век, по нижней косточке, затем обратно, затем по линии ростом бровей, ближе не наносится, повторю, во-первых, все препараты очень высокопептидные, во-вторых, опять же, когда мы спим, мы можем ворочаться, потереть глаз, и если плюс еще и ретинолокислоты попадут в слизистую, то с утра может быть наступить отечность, от которой мы зачастую, наоборот, пытаемся избавиться. Этот препарат можно использовать как просто один крем для век, опять же, только на ночь, тогда мы днем его не используем, а можно вместе с любыми препаратами из любой коллекции, там чередовать стемак, с люма, ну, опять же, то, что вам больше всего подойдет по решению ваших вопросов. Очень часто просят подобрать препарат для век, но для век именно с клонным к отекам. Вот здесь косметологи в какой-то степени в затруднительное положение попадают, почему? Потому что один из пептидов, такой, как Айлис, он как раз работает на стимуляцию кровообращения, и этот пептид присутствует во всех наших кремах либо гелях для век, то есть он будет и в Армедике, он будет и в МД, они все, все шесть препаратов для век будут работать на стимуляцию кровообращения и помочь нам убрать вот эту вот утреннюю нежелательную отечность. Поэтому кремы для век подбираются в зависимости от вашего возраста и от тех проблем, с которыми вы хотите работать. Эйтлз, опять же, я так думаю, все уже догадались, это для более возрастной кожи, коза, где уже помимо отечности нужно решить проблемы с эстетическими морщинками, где уже присутствуют и темные круги под глазами, где больше нужно дать работу на стимуляцию коллагена и эластина, но возвращаясь к началу вебинара вот этой информации, первые несколько недель, когда вы только вводите данный препарат домашний уход, это 2-3 раза в неделю и послушать нужно свою кожу, как она на него отреагирует. Если хорошо, то количество ночей можно увеличить постепенно. Ротинол это не тот ингредиент, с которым можно шутить, тем более в такой деликатной зоне, как наши глаза, глаза вверху душе, они самые-самые подвижные и, конечно же, больше, чем другие какие-либо зоны показывают наш возраст, поэтому очень-очень аккуратно с этой деликатной зоной. Есть какие-то вопросы? Если нет, то тогда я перехожу к следующему сегменту наших препаратов дополнительных, и это сразу такие три важных препарата, о некоторых из которых придется поговорить более детально. Ну, во-первых, давайте сначала разберем ночной крем с ретинолом. Этот препарат, он идет из второй ступени с ретинолом, хотя на самом деле он раза в три больше концентрации в нем, чем в омолаживающем ночном креме. Именно поэтому сначала проходим курс с ним, затем подходим уже к ночному крему с ретинолом. Хотя в работу мы берем непосредственно уже его. Ночной крем с ретинолом он есть в профессиональном объеме, и если мы работаем на усиление с нашими уходовыми процедурами, нашими пилингами, как раз закрываем все процедуры непосредственно им. Здесь у нас к гликолевой кислоте подключается уже молочная кислота, то есть плюс дополнительное увлажнение и осветление наступает, ну а концентрация здесь в 6 раз больше, поэтому очень-очень аккуратно и даже после того, как мы прошли целый курс на омолаживающем ночном креме с ретинолом, допустим, использовали его 3-4 раза в неделю, 3 месяца, сделали перерыв и потом мы включаем уже ночной крем с ретинолом, я сейчас говорю только про домашний уход, это точно так же, вводим эту концентрацию постепенно, как и любые препараты с ретинолом, напомню, их нельзя использовать первые 7 дней после выполнения кислотных пилингов, после выполнения каких-либо лазерных процедур, то есть сначала вот эти первые 7 дней идут на реабилитацию, затем, если мы делаем пилинги, они у нас курсом 2 недели, то на 8, 9, 10, 11, 12 дни, пожалуйста, подключайте их, они очень хорошо помогут, кожа опять дадут лучшую тренировку, соответственно, лучшие результаты будут и непосредственно после самой процедуры. ночная маска с ретинолом, это отдельно вот нужно спеть оду данному препарату, и опять же, за все время ее существования ни разу не приходили письма или звонки от косметологов о том, что маска вызвала, допустим, ретиноевый дерматит. Эта маска идеальна для гиперчувствительной кожи, но кожи, которой нужен как раз ретинол, она без кислот работает за счет, ну, не только, конечно, инкапсулированного ретинола, сейчас будет слайд, я более подробно про эту маску вам расскажу, но домашний уход ее можно включить, если у вас любой домашний уход, люма, дема, даже если армедик вам был назначен или вы назначаете, да, то есть можно чередовать с биокептидным ночным кремом, допустим, то же самое курсом 2-3 раза в неделю, либо же 1 раз в неделю, тогда, пожалуйста, на постоянной основе. Концентрат гликолевой кислоты, я сейчас тоже оставлю этот препарат, чуть-чуть более подробно про него проговорю, потому что, мне кажется, он обделен любовью, вниманием косметологов, но ему тоже хочется спеть отдельную оду, потому что я не знаю ни одного другого именно топического препарата, где было бы сразу 6 разных форм гиалуроновой кислоты. Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, на него внимание, данный препарат это единственное исключение из всей коллекции Ageless, который мы можем давать непосредственно в постпилинговую реабилитацию без каких-либо противопоказаний. данный концентрат, сыворотка некоторые пытаются назвать, можно всем, абсолютно всем, кому нужна такая концентрация гиалуроновой кислоты. Ну, а сейчас немножечко непосредственно про маску. Да, в маске будет у нас присутствовать с вами ротинол, инкапсулированный ротинол, здесь его целых сразу 2%, но помимо него у нас будет потрясающий еще экстракт, экстраклацентного подорожника, который своим клиническим исследованием у нас показалось, что он в течение за 1 месяц, то есть здесь имеется в виду 28 дней, а именно такие исследования проводятся, на 28 либо вот 56, повышает упругость кожи значительно, причем эластичность, восстанавливает ее. Также были проведены исследования по стимуляции внеклеточного матрикса, который получился, что стимулирует синтез структурных белков дермы, то есть это мощная-мощная антиэйдж вот на уровне базальной мембраны. Почему эта маска не сушит кожу? Вот тоже удивительный вопрос, который всегда очень часто поступает, его задают, что 1-2 раза в неделю, и когда первый раз я вообще спала с этой маской, было на утро ощущение, как будто всю ночь надо мной работали группа косметологов и аниматологов, несмотря на то, что у меня кожа очень гиперчувствительная. Никакого шелушения, никакого дискомфорта не было за счет того, что в маске присутствуют сухие сферы коллагена, вообще имидж очень любит сухую сферу морского коллагена, он присутствует в ряде других препаратов, но здесь пошли от обратного, здесь на основе этого сухого коллагена создали банк, такой банк воды, банк увлажнения, взяли сухие сферы, добавили, увлажнили их глюкозами, наглюканами, и для того, чтобы у них была возможность пройти через роговой слой, их поместили тоже в сферы, то есть инкапсулировали, и если схематически, то есть когда ротинол попадает, или маска попадает на поверхность нашей кожи, то ротинол вместе с теми сферами, которыми она окружена, идет, проникает до базальной мембраны, до живых наших клеточек, до их рецепторов, а вот эта сфера с наполненными сферами с химик, ну, коллагена уже не с хого, да, увлажненного, она останавливается в верхних слоях эпидермиса, и когда ротинол начинает свою работу, в любом случае он сушить будет, но вот эта вот подушка и с глюкозами, наглюканом в верхних слоях эпидермиса не дает такой возможности тактильной, то есть мы эту сухость на коже абсолютно не ощущаем, поэтому бояться о том, что кожа будет какое-либо шелушение, не стоит, при условии, что правильно она будет использована, то есть одно нажатие вот на эту помпу, то есть крышечка, да, вот так вот поднимается, одно нажатие помпу – это лицо, двойное нажатие – это лицо, шею, декольте. Если делать двойные нажатия, то это прекрасно, хватит на 38 таких прекрасных ночей. Кстати, у нас у многих препаратов есть второе название, и это маска, у этой маски второе название как раз маска «Спящая красавица». Действительно, после нее просыпаешься, как будто к косметологу сходила. Помимо этого, такой ингредиент хотелось бы здесь отметить – Синкол, имидж его используют еще в ряде других препаратов. Чем он уникален? Он уникален тем, что помимо того, что он будет работать на стимуляцию выработки нового коллагена, как мы знаем, после 25-летнего возраста этот процесс замедляется в разы, но данный компонент он еще будет работать на максимально долгое сохранение того коллагена, который у нас остался к тому времени, вот когда мы стали непосредственно его использовать. И следующий слайд как раз чуть более подробно будет говорить вот о сухих сферах коллагена, как это выглядит, когда они в сухом виде находятся. И для тех, кто, если запамятовал, может быть не знает или может быть слушает нас первый раз, вот именно в сухом виде этот морской коллаген у нас будет в геле для губ МД и в креме для губ Prevention Plus. То есть, если вы хотите, чтобы препарат, попадая в сферу, попадая во влажную среду, они увеличиваются в объеме до 10 раз и полностью-полностью скрываются, сглаживают все-все-все неровности, все-все-все морщинки. Здесь же, повторю, на основе вот этих сухих сфер пошли дальше и сделали такой банк увлажнения, Warbank Technology по-английски называется, на сохранение влаги за счет как раз этой технологии получилось сделать так, что ротинол не сушит кожу. То есть, в имидж в очередной раз получилось обмануть физику. Да, это не первые, когда доктор Марк это сделал, но вот это один из примеров доказательства того, что как можно обмануть природу. Есть клинические исследования, когда в сухом виде эти сферы буквально в тени часа, а на самом деле на практике это еще быстрее, просто это визуально видно в тени буквально 50 минут справляются как раз с разными неровностями. Ну и еще раз уж так мы подробно разбираем сухие сферы морского коллагена, скажу, где есть препарат, который можно наносить на все лицо, и это праймер. В праймере нашем из коллекции iBeauty как раз они вот в сухом виде для того, чтобы создать идеальный канвас такой для идеального же макияжа, когда нужно временно, временный ластик, но стереть все-все-все-все-все морщинки и неровности на поверхности нашей кожи. Ну и, конечно же, отдельная аода, как я и обещала, это концентрат гиалуроновой кислоты. Здесь модифицированы 6 видов гиалуроновой кислоты с разной абсолютно своей молекулярной массой, и этот препарат настолько плотный, настолько густой, что многие филлеры, которые используют врачи-косметологи для заполнения носогубки, уступают тому составу, который присутствует в концентрате Эйджлесс. И, в принципе, когда доктор Марк делал его презентацию этого препарата, он говорит, я сделал препарат для тех, кому по каким-либо причинам нельзя делать инъекции филлера, кто боится по каким-либо причинам, кто не уверен в результате, а такое медленное, постепенное заполнение в том числе и локального нанесения вот этих глубоких морщин, допустим, носогубки. Опять же, в этой сывор, в этом концентрате присутствуют сразу три вида по молекулярному массу, да, низкий, средний и высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Она вся важна, она вся нужна, они работают на разных уровнях нашего эпидермиса, какая-то в большей степени высокомолекулярная она больше работает, конечно же, на защиту, барьер такого создает, и как антиоксидант, да, более среднемолекулярные, низкомолекулярные, да, они как раз работают более длительного воздействия на нашу кожу, и вот в косметологии, я говорю, очень не люблю слово увлажняет, мне как профессионалу важно, то, как глубоко и как долго выполняет это увлажнение тот либо иной препарат. Ну, давайте тоже еще немножечко разберем некоторые виды, я тоже покажу клинические исследования по ней. Во-первых, здесь присутствует постепенно высвобождающаяся ретикулярная, то есть прошитая гиалуроновая кислота, которая в 50 раз выше способность удерживать влагу, чем у обычной гиалуроновой кислоты, только вздумайтесь. Обычная гиалуроновая кислота, то есть холероник асет, он способен в тысячу раз больше собственного веса удерживать влагу. Вот эта ретикулярная, и она очень часто в филерах как раз идет, она в 50 раз выше. Опять же, гиалуроновая кислота в сочетании с филанольной технологией, это как раз низкомолекулярная кислота, которая дает немедленное абсолютно, но пролонгированное увлажнение. Pure холероник асет, это говорит о том, что гиалуроновая кислота в высокой степени очистки присутствует, гидролизированная, дополнительно уже увлажненная гиалуроновая кислота, плюс опять же средняя и низкомолекулярная масса. На данном слайде вы видите, что процент увеличения по работе со свободными радикалами здесь сравнивают непосредственно только гиалуронку. Первый столбик темно-серый это ретикулярная, второй более низкий столбик это обычная гиалуроновая кислота. То есть ретикулярная выше в разы, почти в три раза, лучше работает как антиоксидант. Затем то, что она идет сшивкой, опять же уверена, что среди вас, кто слушает вебинар, много врачей объяснять не нужно, для эстетистов поясню, она делается более прочной за счет этой сшивки, она как раз более медленно распадается. И потрясающий слайд, где провели их исследование вот по глубине увлажнения, и получилось, что в пять раз больше увлажнения в роговом слое от именно ретикулярной гиалуроновой кислоты, нежели чем у обычной, даже 24 часа спустя. Это колоссальнейшие абсолютно результаты, поэтому если пациенту нужно дополнительно сгладить какие-либо морщинки, если кожа супер-супер обезвожена, пожалуйста, вот концентрат гиалуроновой кислоты, он очень густой, достаточно одной капельки распределить по всему лицу, но главное правило, что гиалуроновая кислота обязательно должна закрываться либо дневным, либо ночным препаратом. Как монопрепарат ее использовать нельзя, опять же, почему гиалуроновая кислота притягивает влагу, чтобы этого избежать, обязательно нужно закрывать либо дневным, либо ночным кремом. Если вдруг вы стали использовать какой-либо препарат с ретинолом, и ваши пациенты, вы или вы назначили пациента, он чувствует дискомфорт, конечно, мы тогда говорим о том, что надо уменьшить частоту его использования, либо смягчить этот препарат с ретинолом, добавляет в него одну, больше даже не нужно, одну капельку гиалуроновой кислоты. Но что еще примечательно непосредственно в этом концентрате, в нем еще есть экстракты масел и непосредственно экстракты фруктов. То есть здесь не только гиалуроновая, не чисто гиалуроновая кислота, здесь очень большой, богатый коктейль. И если вам во время процедуры в кабинете хотите как раз препарату какому-то ни было придать дополнительное увлажнение, вы можете добавлять спокойно этот концентрат из коллекции Ageless. То же самое. И повторю, это важно, что из всех препаратов коллекции Ageless это единственный препарат, который можно назначать всем без каких-либо оглядований, по каким-либо противопоказаниям. Хотя единственное, что да, сейчас опять же после ковид, а я знаю, есть случаи аллергии на гиалуроновую кислоту, но здесь исключительно только методом проб, сделать аллергопробу и посмотреть. Но я не слышала ни какие-либо негативные такие отзывы. Вот, Елена пишет, концентрат гиалуроновой кислоты самый любимый в паре, плюс крем с ретинолом дает лучшие результаты. Вот, да, как раз то, о чем я сказала. Причем это может быть любой крем, даже не только с ретинолом. Если вы, допустим, используете сыворотку и по каким-либо причинам она становится активной, может быть и такой коктейль, либо гиалуроновую кислоту можно добавить в любой ваш дневной крем, то есть она идет, можно сказать, как монопрепарат на все лицо и шею, как локальный препарат, так и одну капельку, даже меньше одной капельки добавлять в любой совершенно вам препарат, который вы хотите, чтобы плюс обладал такими хорошими и увлажняющими, омолаживающими антиоксетативными действиями. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. И сейчас мне нужно будет ваша большая активность, потому что сейчас мы подходим непосредственно уже к практике, к небольшой, но прежде чем я покажу вам слайд с пациентом, которым будем сегодня подбирать домашний уход, напомню, что не забывайте пользоваться препаратами prevention, они очень важны, очень нужны, нужно их использовать круглый год абсолютно, каждое утро не выходить, не позволяет себе выходить из дома без него, но я даже больше скажу, что даже оставаясь дома, почему, потому что это препараты, которые работают на защиту от фото, хрона и цифрового старения, если вы в них еще не ориентируетесь, то у нас будет обязательно отдельный вебинар по ним чуть позже, в следующем месяце, проведем, все более подробно расскажу, ну а сейчас давайте с вами попробуем отработать вот какой кейс. Нам пришла, обратилась пациентка, обычный, стандартный вот случай, 55 лет, у нее второй фототип, и что бы она хотела изменить в ближайшие три месяца вот на препаратах домашнего ухода, то есть она хотела проработать в том, что потери эластичности, морщинки, и плюс у нее наблюдается обезвоженная кожа. Уважаемые коллеги, прошу вас подобрать данной пациентке домашний уход, основываясь вот на нашей системе, на нашей диете, да, то есть используем, нам нужно четыре препарата базовых, очищение, сыворотка, ночной крем и дневной крем. И прошу быть сейчас активными, те, кто более хорошо знает имидж, пожалуйста, можете предлагать свои варианты, те, кто не уверен, просто напишите не уверен. Также хочу задать ваш вопрос, вот тот, кто работает уже непосредственно с препаратами Ageless, кто мне говорил, что у них знания шесть, там, да, из десяти восемь и так далее. Насколько повысились ваши знания, насколько вы, может быть, какие-то что-то новенькое узнали после сегодняшнего вебинара. Ну, а я жду ваших ответов для того, чтобы как раз закончить, посмотреть, насколько вы хорошо и легко, легче стали ориентироваться. Так, Елена, спасибо большое за вашу активность. Так, гель Демакс, сыворотка Ageless, ночной Демакс, дневной SPF 50. Может, такой препарат, может, такое назначение иметь место? Безусловно. Первое, что мы всегда ориентируемся, а что мы будем делать с этой пациенткой в кабинете, точнее, да, будем ли мы проводить какую-либо серию пилингов, либо просто уходовые процедуры. Если уходовые процедуры, то назначение идеальное, за исключением, что дневной крем все-таки нужно подбирать по типу кожи, да, и, скорее всего, если она обезвоженная, у нас есть потрясающий увлажняющий крем, который будет ей даже более приятен, скажем так. Еще кто-нибудь попробует? Просто призываю всегда к тому, что ориентируйтесь, не бойтесь, это важно задавать наводящие вопросы пациентам, да, делает она до макияж век или нет одновременно с тем, как она умывает лицо, то есть, или она является ресничной феей, или она ее реснички вообще не трогает, хочет ли она универсальный препарат, который может умываться утром и вечером, любит ли она очищение гелевое либо молочко, то есть, вот такие вот моменты, очень важно задавать такие вопросы. В дополнение маска с ретинолом и вокруг глаз утром, мак, с вечером, мейджлесс, вау, очень вкусный, очень-очень вкусное назначение, Елена, туда еще можно губы МД, да, включить, да, да, она будет безмерно счастлива, ее кожа вот через, даже не три месяца, а через месяц использования, но где, да, много вариантов еще, нет, но в основном все правильно, да, сыворотка, эйджлесс, здесь в данном случае идеально подойдет утром и вечером назначение, опять же, если мы не делаем каких-либо, ну, кислотных пилингов, если только на уходе, но напомню, что у нас есть пять всесезонных пилингов, которыми можно работать круглый день, да, но МД тоже может подойти, кстати, и сыворотка молодости, которую, кстати, можно в постпилинговой реабилитации, либо очищение, да, здесь может быть, если у нее, плюс мы наблюдаем еще пигментацию, вот, то есть вариантов много, и почему вот я каждый вебинар, да, стараюсь один из кейсов рассмотреть, потому что однозначного ответа быть не может, что вот только так или никак иначе, всегда очень важный этап консультации, не бойтесь задавать вопросы, потому что в зависимости от того, какие ответы вы на них получите, от этого и будет индивидуальный, вот за что имидж всегда стоит индивидуальный, персонализированный подход к пациентам, как в назначении препарата для домашнего использования, так и по, то есть схеме, по которой мы будем с ним работать непосредственно в кабинете, в зависимости от желаний пациента, хочет, не хочет, шелушиться, готов пройти через социальную такую, отреченность, социальную реабилитацию какая-то, либо нет и так далее. Спасибо большое, что вы были активны, вот, ну и в конце, опять же, готова ответить на любые ваши вопросы, если они у вас возникли за этот вебинар, и отдельно хочу поблагодарить за то, что вы все-таки проявляете такую имиджнацевскую активность, присутствуете на них, очень важна ваша обратная связь, очень важно для меня, как для бренд-косметолога, чтобы вы могли легко ориентироваться в препаратах, чтобы вы могли легко их назначать, потому что имидж им назначать, правда, очень легко, просто нужно чуть более подробно дознать, кому, когда, какие препараты, но индивидуальный подход, он очень-очень важен, и в том числе из-за этого имидж как раз очень-очень-очень любят. Да, Ирина пишет, очень познавательно, как и всегда, большое спасибо. Ирина, вам большое спасибо. Вопросов, если вопросов нет, еще раз, имиджнация, огромное спасибо, до встречи в четверг, в четверг у нас будет с вами вебинар по коллекции The Max, если кто-то хочет знать больше, чем он уже знает по этим препаратам, по этой линии, всех ждут в четверг в 10.30 по московскому времени на наш очередной вебинар. Если у вас нет еще ссылочки для регистрации, пожалуйста, обратитесь к своим менеджерам. Я была рада вас видеть, спасибо огромное, приятных вам пациентов, хорошего трудового дня, и увидимся на следующих вебинарах. Спасибо большое, до свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok